Доброе утро, девочки мои! Сегодня опять у нас жара. Жара каждый день. 33-35 днём градусов. Вот утром хоть хотя бы немножечко ветерочек дует. Я делаю сквозняк. В комнате уже 28. Вернее, на улице 28. В комнате тоже 28. Вот хоть какой-то небольшой сквознячок. И всё. И часов уже в 10-11 можно закрывать все двери окна и включать спецсистему. Небо чистое. Дождя уже не было. 51 день, как не было дождя. В общем, короче, сегодня свота. Жду Настю. И сегодня у неё тренировка. Отведу её на тренировку. А я вчера купила ежевику, малину. Вот немножечко положила. Настюля придёт. Она будет фрукты, ягоды кушать. Ещё раз доброе утро, девочки. Жара такая невозможная просто. Мне кажется, такое несправедливое распределение жары в природе. Почему у нас так долго не было дождя? Вообще, вообще изнывают жары. Вот с утра, хотя тёплый воздух дует. Сижу на сквозняке. Но хочется, чтобы хоть что-то дуло. Потому что, когда закупоришься, закроешь всё. Видите, занавеска гуляет. И уже сидишь под сплитом. Вроде прохладно, но чувствуешь себя как в какой-то коробке. Честно говоря, сплит он уже надойдает. Вот, но хорошо, что он есть. Его можно крутить сколько хочешь. Хоть круглые сутки. Но пока что я его на ночь выключаю. Хотя у нас бывает такая жара, что и ночью приходится его тоже крутить. Но это, я думаю, ещё впереди. Вот. Сейчас у нас ночью 20-21. До 22 выше не поднимается. В принципе, уже когда закат, когда уже стемнеет, тогда я сплит выключаю. И вот как-то так с трудом засыпаю. Потому что воздух всё равно не прохладный. Вот. Короче говоря, что у нас сегодня суббота. Я жду сейчас уже Настюшку. Она у меня долго не будет. И мы к 11 часам. Мне в 10 приводят. К 11 мы уже едем на тренировочку. Планов сегодня пока ещё никаких в голову не приходит. Но придёт. По ходу движения придёт. Зарядочку я делаю каждый день. Сегодня я её с утра не стала делать. Я с утра искупалась. Привела себя в порядочек. Всё. Чистенькая такая. Вот. Но иногда бывает я делаю зарядку в промежутке между двумя приёмами пищи. Где-то там часа в 2-3. Вот так бывает делаю. Ну, посмотрим на настроение. Будет желание сегодня сделаю. А нет, так сделаю выходной. Ничего страшного. Можно где-нибудь пропустить. Зарядка лёгкая у меня, кстати говоря. Там никаких резких движений. Ничего. Там, в общем-то, такие лёгкие упражнения. Но для спины, как раз укрепление спины, это то, что мне нужно. Вот. Так что давайте дождёмся Настюлю и потом я включусь позже. Ну, чё, привет, что ли? Как-то маленькая. Настюлька пришла. Настюлька пришла, ручки помыла и села кушать. Вкусно? Ну, кисленько, но вкусненько. Ну, вкусненько. Но оно не сильно кисленькое. Я же ела вчера. Купила. Тебе оставила. Тебе сладенькое. Да, ну, ежевика, малина. Ну, кушай всё. А я включила Люську. Гомодрил Люська, маленькая такая обезьянка. Так прикольно её иногда смотреть. Смотрю с удовольствием. Ну, вот мы с Настюлей вышли, топая на тренировочку. Солнце очень яркое. Хорошо, что ветерок обдувает, но ветерок тёпленький. Класс. Настюля, а что-нибудь хочешь сказать? Я знаю такую песенку, но я сегодня папе в машине сказала. Он говорит, откуда вы такие песни знаете? Мы их в детстве пели, а ты откуда их берёшь? Я говорю, у меня же есть телефон? Есть. А там же есть маленькие видео? Есть. Он говорит, ну, у нас же не было видео. Я говорю, да, не было. Ну, кто-то может в садике научить. Там какая-то песенка там была. Я тоже слышала. Я знаю её, но не знаю, как вам её сказать. Мы с Настюлей тут свернули чуть-чуть, чтобы пойти немножко по тенёчку. По нашему двору уже мы пойти не можем, потому что там солнце, там как в Сахаре, да, в пустыне. Идём здесь по тенёчку. Ну, что ты там про песенку? Что это там? Ну, я скажу, только вы меня подержите. Но она такая, обезьяна чичичи продавала кирпичи, не успела всё продать, побежала под кровать. А в кровати пусто, выросла капуста. Вот идём по тенистому месту, сейчас на солнце выходим и быстренько-быстренько через дорогу на остановку. Дышать аж тяжело, сухой воздух такой жаркий. А мы идём на тренировку. А мы идём на тренировку. А ты, может быть, попрощаешься уже сразу? Всем пока-пока. Всё, Настюлю я отвела. Жара, невозможная духота. Скорее домой включать сплит. И носу больше не высовывать из дома. Так, в магазине мне вроде бы ничего не надо. Прямиком домой пойду. Доброе утро, девочки мои. День следующий. Смотрите, какой ветер сильный. Ёлки-палки дует. Ну, у нас вообще-то завтра обещают сильный дождь. Не знаю, не знаю. Но он будет только один день. Ну, главное, чтобы прошёл как следует. Хорошенький дождик. Было бы здорово. Да. Ветер сейчас идёт горячий. Уже 31 градус. На градуснике. Я уже включила сплит-систему, потому что невозможно без неё никак. Всё. Сделала зарядку, иду готовить. А я тут уже нарезала, девочки, салатик, помидорчики, огурчики, лук, болгарский перец и зелень. В общем, маслица налью такое пахучее, вкусненькое. Да? Что ещё надо? Посолить. Не забыть. Посолить. Я вот морская соль есть. Её посолю сейчас чуть-чуть. Вот так. Всё. И пока можно это убрать отсюда в стороночку. Потом перемешаю. Так. И по-быстренькому сейчас хочу дневные сделать. В общем, решила сегодня салатика поесть. А то у меня уже кабачки, честно говоря, надоели. Так. Чуть-чуть подсолю яйцо. Немножко. Немножко взобьём его. Вот так. Всё. Хватит. Так. Я включила пока слабенькую сковороду, чтобы она разогревалась. Вот это помьём. Беру небольших, 4 кусочка. В общем, на 2 порции сделаю отбивные вот этим. Двух сторон отбиваем. Вот этим вот тендерайзер. Или как он там уже забыл называется. Так. Всё. Соль, перец. Обмакнуть в яйцо. Обмакнуть в панировочные сухари. Сухарики уже насыпала. И на сковородочку. Так. Под перчиком чуть-чуть. Не знаю. Гарнир. Может быть, я не буду делать гарнир. Зачем себе кишку набивать гарниром? Поесть просто мясо с овощами. А вместо углеводов сделать просто себе хлеб с маслом, сыром. Вот и будет углевод еще. Вот так. Всё. По-быстренькому сделали это дело. Мне уже осталось час. Как раз приготовлю. И будет у меня первый прием пищи. Я назову обед. Потому что у меня завтрака нет. У меня кофе. Это получается обед. Полдвенадцатого. А в пять часов, значит, у меня получается ужин. Вот так. Ну, пока что придерживаюсь еще этого питания. Кстати говоря, я последние несколько дней ничего не скинула. Девочки, я вспомнила, что я ела как раз несколько дней овощной рагу с кабачками. И я где-то читала, что вот в тот день, когда вы едите кабачки, вы не худеете. Ну, кабачки как-то там препятствуют этому делу. В общем, я думаю, что кабачки виноваты. Решила я какое-то время воздержаться от кабачков. В общем, есть пока. Кабачков я уже наелась. В этом году, я думаю, наверное, пока не буду. Ну, может, там дальше посмотрим. Без кабачков. Но у меня огурцы и помидор. Их полно просто. И сейчас решила салатик поесть с огурцами и помидорами. Вот. А на ужин посмотрим, что сделаю. Ну, все. Вот так вот остальные сейчас туда же отправлю. Пожарим. И скоро будем кушать. Кстати говоря, можно сделать даже винегрет. Я думаю, вместо гарнира тоже покушать винегрет. Хорошее дело. Надо разнообразие. Просто я одна, поэтому на один раз я ничего не готовлю. А приходится на 2-3 раза, на 2-3 дня. Ну, и тоже есть надоедает. Надо какое-то разнообразие готовить по чуть-чуть. Ну, на два раза хотя бы. Вот. Ну, в общем, так вот посмотрим. Ладно. Доброе утро, девочки мои. День следующий. Я смотрю, с утра дождик начался. Но пока он идет слабенький. Вообще, сегодня обещали кратковременный ливень. Ну, вот будем ждать, будем наблюдать. Небо серое такое. 23 градуса на улице. Дома духота 28. Сейчас тихо, ветра нет. Тут такой легенький-легенький идет дождик. Ну, посмотрим, когда ливанет. Я прям, наконец-то дождалась. Дождя не было с 18 мая. И сейчас такой запах дождя идет приятный. Я аж прям стою возле окошка. Надышаться не могу. Вышла я, девочки, на улицу. Смотрите, пол уже, видно, капает. Но не сильно. Взяла я зонтик с собой. Но открывать мне его не хочется пока. Хочется пройтись прям, честно говоря, под дождичком. Хоть почувствовать. Я так соскучилась по дождику. Вот она, наша клумбочка. Ну, вот под деревьями даже еще сухо. Хотя дождик идет уже 2 часа. А тут вот чуть-чуть ложится текут. Так, ну, пойду пройдусь. Сделаю круг. Пройдусь по воздуху. А на улице 22 градуса. Я все время в одном и том же сарафанчике, девочки, снимаюсь. Вещей полный гардероб. Ну, честно говоря, этот сарафан мне самый удобный, самый комфортный, самый любимый. И я его таскаю. Да, собственно, куда я? В основном хожу только в магазин, выхожу. И Настю, если на тренировку отвезти, больше никуда. Тихим шагом сейчас пройдусь. Покайфую чуть-чуть. Даже прятаться под зонтик неохота. Дождик слабый, но должен пойти скоро вроде бы сильный. Я надеюсь, что пойдет. Часов в десять. А сейчас в восемь утра. Я вышла, чтобы успеть до ливня, если он будет в магазинчик сходить, прикупить, что мне там нужно с продуктов. И потом нырну домой. И буду уже дома наблюдать за дождиком из окна. Не знаю, такая радость, что хочется прямо вам поснимать, как я кайфую. Все, девочки, пришла домой. Опять две сумки в одной арбуз. Арбуз у нас уже по 40 рублей килограмм. Ну, тут мне вот его немножко надрезали, попросила, чтобы показали. Ну, в общем, спеленький. Захотелось мне уже арбузика давно. Ну, такой небольшой взяла. На 172 рубля потянула. Так, ну и в пятерочке взяла вот это вот молочко, мое любимое. Полтора процента не было, но я взяла два с половиной. Сосиски хотела взять пачку, но там один плюс один. То есть две по цене одной. Ну, одну морозилку, другую буду готовить. Так, взяла немножко лука, чуть-чуть картошки взяла миленькое, а то у меня крупное, а мне нужно будет в мундире сварить. Вот, взяла еще такой гель для душа. Гель подорожал, а офигеть, как дорого стоит. Но этот более-менее такой тропический микс с дозатором. Вроде большой пузырек, думаю, надолго хватит. Ну, там 235, что ли, стоит. Ну, более-менее так цена. Так, ну, и взяла, как всегда, красная цена, сыр российский и масло. И взяла корочку, буду ее в духовке запекать. Ну, не знаю, может быть, не сегодня. Ну, а я с удовольствием прошлась под дождиком и даже вот не намокла. Чуть-чуть влажные волосы, даже не вымокла. Зонтик открывать не стала. В общем-то, мне не понадобился зонтик. Ну, умеренный пока дождь идет. Даже под деревьями еще до сих пор сухо, представляете? Ну, ничего, надеюсь, ливанет так ливанет. Будем наблюдать. Прям жду не дождусь, когда прям польется хорошенько, как с ведра, чтобы вымыть всю грязь, всю пыль, чтобы промыло, как следует улицу. Пахнет дождиком. Я прям шла и наслаждалась. Все, пока, пока ничего делать не буду. У меня еще есть время отдохнуть, телек посмотреть. Новости последние. Кстати говоря, девочки, суббота, воскресенье, как правило, по телеку смотреть нечего, но я нашла сериальчик на ютубе, называется Бессонница. Ну, сериал там 12 серий, короче, там почти 12 часов. Ну, вот субботу половина посмотрела, воскресенье половина посмотрела. Наш отечественный фильм снимался в 2014 году, но такой вот, можно сказать, можно сказать, триллер даже. Неплохой фильм. В общем, я отдохнула под этим фильмом. Мне он понравился. Хорошо, что нашла такой долгоиграющий сериальчик. Можете посмотреть, кто не смотрел. Я не смотрела раньше его на удивление. Обычно, когда ищу сериалы, посмотреть многие из них уже просмотрены мною. А уже повторно смотреть неохота. Вот. Так что, люблю вот такие сериальчики, чтобы детективчик или, ну, триллер, только они не ужастики. Не люблю ужастики, не люблю, когда там что-то такое ужасное. Вот. Так что, рекомендую их посмотреть, если кто еще не смотрел. Ну, все. Теперь отдыхать. Ну, что, девочки, выглянем в окошко, да посмотрим, что у нас там. Я смотрю, даже местами сухо. Даже вот под деревьями там сухо. И хоть дождик и шел с утра, он вроде такой не сильный, но все равно не смочил он еще даже. Даже деревья и землю как следует. Ну, небо так что-то проясняется. Не знаю. Ливень вроде бы еще обещают, но он что-то как-то куда-то отодвигается, отодвигается. Будет он у нас тут в нашем районе или нет, непонятно. Хотелось бы, чтобы ливень хорошенький прошел, и тогда было бы классно. Пошла я себе обед готовить. Так, нарежу я сейчас себе салатика немножко. В общем, думала я, думала, что сегодня. Ну, у меня вот на обед сейчас есть два ручка побольше. На обед у меня есть еще отбивные. Я вчера делала, как раз на вчера, на сегодня. И немножко я пюре вчера сделала. Захотелось мне пюрешечку. И вот салатик надо мне уже есть, потому что я пока это овощной рогу ела. Кстати говоря, кабачки прям притормозили конкретно мой вес. Но он у меня просто остановился и на одном месте продержался несколько дней. Я так думаю, все-таки грешу, что это кабачки. Надо пока что воздержаться не от кабачков. Вот. Поэтому я решила сейчас поесть вот зелень, салатик, помидорчики, огурчики у меня есть. Кстати, тоже уже надо кушать, потому что зелень стоит у меня и огурцы. Я вчера уже их так водички помочила. Они уже начали чуть-чуть, чуть-чуть желтеть. Но, короче говоря, их надо просто кушать. Я, наверное, их сейчас просто почищу. Вот так. и очищенные поем. Вот. Так что немножко решила поесть вот этих вот овощей, огурчиков, помидорчиков. А на ужин, наверное, я сегодня все-таки в духовку закину курицу. Пускай у меня будет курица или вот с этими вот еще овощами, чтобы их уже подъесть, а потом свеженькие прикупить. Ну, есть у меня такая привычка немножко впрок покупать, знаете, чтобы не бегать лишний раз в магазин. А получается, что я овощную рогу сделала и попроелела. И у меня немножко вот начали желтеть огурчики. Ну, мы их сейчас быстренько съедим. Они еще вполне себе съедобные. Так. Вот. Ну, все. Вот у меня и будет такой обед. Салатика побольше. Вечером я салатика, если что, подрежу еще. Есть у меня овощи. И отливные с пирожечкой. Все. Никаких кабачков. Так. Ну, и опять я сделаю салатик с маслицем. Все. Помидорчики сюда. Чуть-чуть маслица. И чуть-чуть надо посолить. Хорош. Все. Салат готов. Ну, в общем, вот такая порция картошечки, отбивнушечки. Ну, и салата, сколько влезет, можно есть. Буду есть без хлеба сейчас. Так, девочки, я уже поела. Сейчас решила курочку пока что обмазать всю, замариновать. И пусть она постоит там 2-3 часика. Потом я ее уже к ужину поставлю в духовку. Чтобы она уже у меня была свеженькая, горяченькая. Я думаю, ничего будет, пускай просто постоит чуть-чуть, вот как в маринаде. Так, не знаю, майонез. Майонез я сейчас не покупаю майонезный соус, вот этот вот, 15-ти процентный. Это пойдет вместо майонеза. Так, не знаю, хватит, не хватит. Лучше, наверное, еще добавлю чуть-чуть. Вот так, пускай будет побольше. Так, дальше что? Дальше я сюда приправа для курицы. Это у меня букет перцев и соль морская. Ну, я сейчас все сюда и намешаю. Солить сильно не буду, потому что майонез, он же подсолен слегка. В общем, ничего страшного, если даже будет и досолено, для меня это нормально. Перчик. Нормально. Так, приправка для курицы придаст какой-то свой там аромат. Хватит? Хватит. Так, ну, я выдавлю сейчас чеснок в своей скрипучей чеснокодавилке. не знаю, два-три зубка чеснока, но они не крупные, поэтому беру три. Были бы крупные, два хватило бы, я думаю. Сделаю все сразу. Все. Вот так вот. И все. Сейчас вот это размешаю и намажу все и оставлю стоять. Все. Я размешала прям руками и сейчас руками начну вот это все вот так намазывать. И внутри тоже, чтобы было. Вот так вот. Давно я курочку не запекала, хочу я вам сказать. Пора бы уже, конечно, и запечь. вот так вот обеленько ее все смажем. Ручки, ножки. Вот так. И все. Жарить не буду, запеченная будет прекрасна. Будет прекрасная запеченная у меня курочка. Я что-то решила, думала, почему бы и нет. Замариновать ее как бы обычно маринуют же вот на шашлык заранее, да, прекрасно. Сейчас ее замариновать, она чуть-чуть как бы немножко пропитается и будет, наверное, вкуснее, я так думаю. Чеснока, я думаю, много не будет. Чеснок, он тут никак не помешает. Так. Ну все. Все ее мы теперь обильненько смажем. Так, иди сюда. Скользкая стала. Вот так вот. Все. О, какая хорошая. Благо, я свеженькая курочка взяла. По акции, кстати говоря. Люблю по акции брать продукты. Они как-то тогда, мне кажется, поинтереснее. все прекрасно все смазали, все хорошо. Пусть теперь она так полежит здесь. Все. Вот и солнышко вылезло. Ждала я, ждала. Ливня. Никакого ливня не было. Ветерок подул. Небо просветлило. Асфальт уже высох. И все. И дождя уже сегодня не будет. Вот так. Вот так. Не дождалась я дождя. Я решила арбузик поесть. Сейчас вот его помыла. Попробую, какой он тут на вкус. Ммм, вкусненький. Сейчас порежу как раз в промежутке между двумя приемами пищи. Поем арбуз. Вот, дождик опять пошел. Я даже слышала гром где-то сейчас там громыхнул. хотя небо вот, тучка прошла и небо даже не очень-то опасно. Ну, быстренько дождь пройдет. Ну, хоть бы прошел хорошенький такой. Все, девочки, курочку я в духовке запекла. Она уже остывает. Скоро буду кушать. На этом видео заканчиваю. Субтитры сделал DimaTorzok